Хочу сказать спасибо еще раз Федерации футбола, нашему руководству, города, клубу, что эта игра состоялась. Плюс нашим болельщикам замечательным сегодня пришли, поддерживали. Огромное вам спасибо, что всегда вы на стадионе и свою любовь отдаете нам. Это так, хороший спарринг, серьезный соперник. Чувствуется, что нам таких игр побольше бы надо, где нас кидают в такие ситуации, где тяжело приходится, все-таки видно, что мастеровитая команда, хотя там тоже много молодежи, но интенсивность, уровень мышления, с такими приятно всегда играть, и футбольному клубу огромный респект Локомотиву, что приехали к нам на этот спарринг. Хотелось бы чаще проводить такие матчи. Звучит каламбурно, однако можно рассматривать, что матч с Локомотивом московским, это процесс подготовки к Сморгоне. Ну, естественно, естественно. Я думаю, что с нашей стороны, что со стороны Локомотива, они к чемпионату готовятся, мы тоже самое. Поэтому здесь результат всегда важен, это 100%. То есть, как ты будешь ментальность воспитывать, да, и дух победителя, когда ты не ставишь задачу выиграть. Но задачи, конечно, преследуются в спаррингах немножко другие. Здесь, конечно, задача – это подготовка у нас там в Сморгоне, и пошло, пошло, пошло. Поэтому, естественно, естественно, как один из этапов некоторых людей проверить, какие-то позиции покрутить моментами, где у нас дефицит людей есть на позициях, вот, 100%. Сегодня в опорной зоне играл Кирилл Премудров, впервые за долгое время. Если вернется Саша Доми в центр защиты, Кирилл Премудров выше, можно ли поднимать в атаку Алимардона Шукурова? Это частый вопрос в комментариях. Естественно, Алимардон Шукуров, да, может сыграть, наверное, и повыше. Но его профильная позиция все-таки – это опорный полузащитник, где он приносит много пользы нашему клубу. И в сборной там играет, и в Гродно там сыграет. Но не исключено, ведь задача тренера – это разместить на поле один из сильнейших футболистов на данный момент. Если вернется Домич, Кирилл Премудров будет в порядке, то мы будем думать, как и всех, кто сильнее на данный момент разместить на поле. Поэтому мы, конечно, не исключаем такой вариант, все может быть. Слышал этот вопрос, я его повторю. Обсуждали с Галаксионовым что-то перед стартом матча. Расскажите, о чем был разговор? Да, мы, по сути, познакомились, да, познакомились. И я скажу, что, да, я убедился, что про него говорят, что молодой, интересный, прогрессивный тренер, с которым приятно всегда поговорить, без какого-то воскомерия, без ничего. Это, ну, ему огромный респект за то, что мы здорово поговорили, познакомились. И там про стажировку я немножко поговорил, есть ли возможность у меня поехать в «Локомотив», поближе познакомиться с их, на что он сказал вообще без вопросов, без никаких, чтобы там позвонил, и это можно все обсуждаемо. Все, спасибо. Спасибо.